Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли участвовать в лотереи? Казалось бы, при чем здесь священник, лотерея, делаем, мол, что хочет, вопрос не религиозный, но на самом деле немножечко религиозный. Почему мы не рекомендуем участвовать в лотереях? Давайте поразмышляем вместе, может быть, что-нибудь еще добавить от себя. Но мне приходят следующие мысли. Во-первых, припоминайте, что Господь сказал Адаму после знания Израиля, что в поте лица своего будешь снесть хлеб свой. Очень Господь заповедовал. И для нашей же пользы это не проклятие, как наказание обидевшегося Бога. Вот раз ты такой, то я сейчас тебе расскажу, как теперь тебе придется жить без меня. Почувствуй сладость жизни без Бога, в кавычках. Нет. Все мироздание нарушилось, изменилось, стало другим. Поменялись законы бытия. В раю были одни, вне рая другие. И Господь говорит, хочешь быть счастлив, трудись. Да, земля произрастит тебе тернии и волчицы. Но на тебе разум. Передумай инструменты, трактора, автомобили. Трудись, думай, как усовершенствовать орудия труда. И в поте лица своего пожинай плоды своих трудов. Они будут сладкие, они будут благословенные. Только так ты будешь счастлив. Птички вроде бы тоже не сеют, не придут. Но каждый день Господь питает их. Они что, не трудятся? Сколько сотен километров надо пролететь, чтобы найти этих червячков, эти семена, эти палочки для гнездышек, перышки и так далее. Чтобы гнездышко построить. Но заметьте, птички не сдают свои гнезда в аренду. И на дивиденды не живут. Кто трудится, и Господь питает их. Законы бытия очень просты. Труждающийся достоин пропитания. Это первая мысль. Когда ты пытаешься получить доход легко, не приложив особых усилий, то здесь нет Божьего благословения. И посмотрите, как много людей, огромное количество людей, сотни, даже миллионы, просто теряют свои деньги, не выиграв в лотерее ничего. Скажешь, ну может быть я буду тем одним, кто выиграет? Друзья мои, а вы читали вообще, как потом живут люди, которые выигрывали большие деньги? Почитайте эту статистику, она интересная. Кого-то убили, кто-то спился, кто-то растерял все в течение года, кого-то обокрали. Очень мало кто, кому эти деньги пошли на пользу. Очень мало. Если думаешь, нет, я буду не таким, ой, как знать, как знать. И посмотрите, что это за деньги? Ну, как известно, в казино выигрывает казино. Но ведь это деньги, которые собраны, таким, как пылесосом, со всех бедных людей страны. Ведь на самом деле, кто играет в лотерею? У кого мизерная зарплата? Кто надеется таким легким путем хоть чуть-чуть увеличить? Вы знаете хоть одного олигарха, который разбогател через лотерею, не создав лотерею, а выиграв в нее? Не знаю. Билл Гейтс? По-моему, нет. Другие крупные предприниматели? Тоже нет. Ну, кроме тех, кто владеет этими лотереями. Так эти деньги, они слезами бурно рошены. Все эти миллионы, которые отдают миллионы людей тебе одному. Да. Конечно, еще организатор лотереи тоже себе много чего получит. Ну, и тебе одному. С тобой одним поделится. Эти деньги рошены слезами бедных людей. И которые будут завидовать тебе. Говорят, вот. И мои деньги тебе тоже пошли. Ух, чтоб тебя там на пользу не пошли. Денег тому, что словам материальные, но к тому, что деньги это не самые правильные. Да, и не самые праведные. Еще один момент. Сегодня ты покупаешь лотерейные билеты. У тебя там денег немного, ты на больше не способен. Ты покупаешь у месяца, другой, третий, пятый, десятый. Ты выиграешь незначительные суммы. Может быть, они даже окупают вложенные средства. Положил десять тысяч рублей в год и десять тысяч в течение года выиграл. И ты все надеешься, что может больше выиграют, больше, больше. Возникает азарт. Азарт — это наркотик. И у тебя появляется больше денег, ты еще больше вкладываешь. Понимаешь, что лотерея не приносит ничего. А тут где-то ты услышал про букмекерские ставки, про онлайн-казино, игровые автоматы, и ты думаешь, вот, вот здесь точно выигрываю. И слышал, вот тут один человек выиграл, здесь другой выиграл. Хотя, повторюсь, выигрывают всегда букмекерские конторы и казино. Но ты надеешься, нет, я буду тем одним, кому удача повернется лицом, а не другим своим местом. И проигрываешь все свои деньги, влазишь в долги, отдаешь, одалживаешь у родственников, залаживаешь квартиру, автомобиль, если есть, теряешь работу, особенно, если один раз выиграл большую сумму. Все, ты говоришь, вот, настал мой звездный час, сейчас я вложу еще раз и выиграю еще в несколько раз больше. И остаешься ни с чем и без семьи, и без детей, и без ума. Господь захочет наказать, отнимет ум. Здесь видно, что человек уже наказан. И не зря во многих врачебных заведениях уже учат не только, лечат не только от алкоголизма, наркомании, но и игромании не просто за компьютером, а именно букмекерских конторах, лотерею и прочих казино. Поэтому начинается с малого. Ты сегодня покупаешь лотерейный билет, а через десять ты можешь оставить чужим людям все. Поэтому лучше не начинать. Лучше первый раз не закурить, лучше первый раз не попробовать какой-то легкий наркотик, лучше первый раз не купить лотерейный билет. Трудись, Господь труждающемуся вспомоществует и благословит ваши труды на многие долгие годы, и ты сторицей пожнешь плоды своих трудов. Пусть Господь благословляет ваш труд, всегда говорите, Господи благослови, закончил дело, Господи, слава Тебе, и всегда с мыслью о Боге делайте все, что только не начнете делать. Даже какое-то маленькое, незначительное дело. Благослови, Господь, каждого из нас, прозуми каждого из нас, пусть всех зависимых Господь помилует и исцелит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...